Волосики у меня еще. О небесной, утешите души, естественны, И живи с детства, и вся исполняя Сокровища благих и жизнеподателем Приди все веселны, и очистены от всяких скверных И спаси, блаже души наша. Женя, помолись о начале занятий. Господи, благослови наше занятие. Разуми в нас слово свое, наполни нас словом своим, наполни нас заповедью своими, законом своим, Господи. Не дай нам свернуть с пути истинного, ни вправо, ни влево, Господи. Сотвори нам в нас свою благодать, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Это с общего стола. Его надо забрать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 18 стихи. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Дверь прикрой. Малышка, где, где что? А, она за мамой? Нет, дай ее. Дарья, дверь тут прикрой. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы налечется для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и сказали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Толкование. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн. Но он говорит об этом в начале Евангелия, напротив, сей Марк, к концу. Поэтому надо бы надумать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев. Так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торгующих. Ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торгующие, миновщики, занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исайю, который говорит, «Дом мой, домом молитвы наречется». Пророк Исайя 56, 7. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изданным из церкви. Ибо многие ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Имеют столы полные денег, и они все делают из корысти. Испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары. Ибо голубь есть образ Духа Святого. Да извернет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. В прошедшие века в храмах утвердилась торговля свечами. А в 20 веке стали уже торговать всем. Свечами, просфорами, иконами, книгами, открытками, а кое-где и сувенирными матрешками. Например, в храме Христа Спасителя в Москве. Сам видел, истинно так. Стали торговать и духовными дарами, таинствами и требами. При этом священники, доказывая свое право на торговлю в храме, выдвигают две причины. Мы торгуем в притворе. Мы торгуем и не животными. Поэтому к нам эти слова Евангелия не относятся. Но и Христос изгнал торгующих из притвора. А без этих животных, которые они продавали, ветхозаветное приношение было невозможным. 76 правило 6 Вселенского Собора сопрещает любую торговлю в церковной ограде. Смотри также 100 главы Собор 38 правило. Тем более запрещена любая торговля таинствами. 23 правило 6 Вселенского Собора. 100 главы Собор 44 и 45 правила. Но современное православное духовенство не боится ни Евангелия, ни отлучения Вселенских Соборов. Если запретить торговлю в церкви, то молитва прекратится. Церковь должна существовать на десятину верующих. А для этого, чтобы появились настоящие верующие, проповеднику нужно приложить очень много усилий. Гораздо проще торговать в церкви. Это удобно и продающим, и покупающим. Но, вопреки Евангелию и к православию, никакого отношения не имеет. Потому Христос говорит православным священникам и прихожанам, что храм они сделали вертепом разбойников. Так оно и есть. Сколько раз убеждаюсь, когда попадает, места писания, никто не подгадывал, что именно в этот день, именно считаем, сегодня это место. И проповедь сегодня Севастьян тоже на эти браки вторые, на Одессе и все. Именно в этот день с братом едем в церковь и разговариваем на эти темы. Как вот еще совпадает у Бога? Да ладно, разговариваем. Все, у Бога все вымерено. Не разговариваем, просто он со мной эти темы все поднимает. Вот и все. Мне эти темы не интересны, у меня есть жена. Все. А он пускай думает. Вот, по теме торговли в храме-то это. По теме торговли в храме меня больше интересует, чем по теме торговли в проноженных. Вот смотри, мы говорили о коммунизме, вот я сейчас закончил эту папку, слава Богу. У меня там ничего там, дырка в голове там. Не дырка у тебя в голове, а мусор. Дырка у тебя не в голове. И я говорю, что вот тогда власть была, гнали христиан, она была открытая, сослобленная скалом, конкретно свою цель уставила уничтожение религии в государстве в России. И она себя открыто этим ставила. Были атеистические лозунги, то есть государство боролось прям с Богом. Сатанинские, никакие не атеистические. Это ничего. Чистый сатана, убить. Атеизм, это еще не сатанизм. Атеизм, это промежуточное звено между сатанизмом и христианством. То есть сначала нужно доказать, что Бога нет, а потом нужно доказать, что... В общем, я говорю, что сегодняшние храмы, которые при нынешней сегодняшней власти строятся, это вертеп разбойников. Конечно. Они даже те, которые не встроятся, есть. Потому что встроят их люди за деньги в надежде по... Понимаешь, ты никакого тождества и не сделал сейчас. Ты же тождества хотел сделать. То есть одно, там власть была, да, там так, а здесь такая же точно, только вот так. Не такая же точно. Ну молодец, хоть немножко начинает что-то. Но они обе богоборческие власть. Ничего подобного. Но сегодняшние, когда храмы строят, и это вертепы разбойников, когда душа развращаются... Ты богоборчество неправильно понимаешь. Вообще. О-о-о, ну еще что-то сделаете. Вот светло стало. Сняли с меня все. Еще нет, она говорит. Вы на мусульманина стали похуже. А, то давай. Апостол Павлов. Сергей Павлович сейчас договорился, что сегодня богоборческая власть. Пришли мы опять к курижному знаменателю. Я говорю, что сегодня, когда о храмах сейчас читали, о торговле в храмах, что храмы сегодняшние, вот и брат говорит, что сегодня с богом не борется, сегодня столько храмов строится. А Господь что говорил? Храм Господь. Нет, я не так сказал опять. Я не говорю, что сегодня с богом не борется. Ты зачем мои слова так говоришь? Так, тихо, тихо, давай. Подожди, он расскажет. Да еще. Вот, заговорили за коммунизм. Да, власть была богоборческая. И вот он все время эту прошлую власть муссирует, что столько людей поубивали. Я говорю, ну ладно, тогда поубивали. Я никогда не был коммунистом, не собираюсь им быть, и за коммунистом голосовать не буду, и другим не советую. Тема закрыта. Как закрыта? Сегодня демократы. Почему сегодняшнюю власть никто не обличает? Редко, редко кто. Все такие хорошие, все храмы строят. А что в этих храмах-то? Вертепы разбойников, согласен? Согласен. Так, власти никто не говоришь. Это я не согласен. Зайди в Мейл.ру, где с мощняком идут ленты. Все. До Путина всех ругаются. Все. По медицинскому обслуживанию на 72-м месте. Рядом где-то там с Конгой. Он Навального смотрит, что он знает, что ли? Да. По заработам, которые у нас есть. Вот у меня зарплата, пенсия, 118 долларов. Это же дневной заработок. А как живете? Живу. Я-то не ругаю, я верующий. А так, как бы я сказал? Да не дневной это заработок, ничего вы договорили. Я говорю сейчас не о материальных планах, которые были при коммунистах и при демократах. Когда колбаса была. Сергей Павлович, тут по-другому сказать надо, что эта власть сегодня, она вписалась в сергянскую структуру церкви. И она считает своей все. Вот еще беда-то. То есть она, по сути-то, ничем не отличается. Она также с Богом борется. Раз сергянцы предатели, кто кто они, они богоборцы. Только они сейчас делают это вот прикрыто тайно под волки в овечьих шкурах. Так они еще страшнее, чем волки. Волки-то он говорил, что мы волки. Ну не страшнее, что они шкуры за вечно. А сейчас, когда идет они милиционеры, уже подробно. Да не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто душу и тело. Это хорошо, но много ли таких? Как не бояться-то? Из-за чего серги-то пошел? Сереж, ты еще в мужских руках не обсирался, я смотрю. Нас еще не растирали по сергам. Да понятно, что не растирали, не дай бог. Неизвестно, выдержу я или нет. Я говорю о том, что нас и растирать-то некоторых не надо. Они уже растерты. Ну это не ты. Да может быть и я. Слава богу. Сережа, тебе говорят об одном, тебе про Фомут, я Ереме. Я спрошу, ты веришь, что сейчас открытые храмы, молимся мы? В Барнауге сколько храмов? А он откуда знает? Да верю я в них, я ходил в них туда, и Христа там не нашел. В Алтайской епархии сколько? Да мне что их считать? Больше 360. А было два. Разница есть? Да он сейчас вам скажет, это не храмы, это вертеп разбойников. Все, что вы не понимаете? Так нельзя. Ну конечно, я ему это и говорю, что нельзя. Мы же всех не знаем, во-первых. Дальше открыто молятся люди. Вызывают на дом священника. Можно комнату осветить. А тогда все это под запретом было. Священника сам сразу снимут. Говорит проповедь священника, его никто не проверяет. Смотри, какие проповеди говорят Андрей. Хорошие, хорошие. А с Кеняев? Да, с Кеняев. Вообще. Это сравнить никак нельзя. Они с Богом не борются, они не знают. Ну так... Сережа, ты еще небольшой и глупый не видал больших за печкой тараканов. Я тебе сказал, читай историю. Ну ты опять свое... Ты даже не понимаешь, что такое 1930 год. Вот перед тобой сидит человек, которого это коснулось. 30-й год, он 39-го года рождения, а его коснулось. Всех родственников сослали. Ты как маленький опять свое прешь и все куда-то. Рога запилил. Ну сослали и сослали. Ну как сослали и сослали, это продолжается все. За коммунистов миллионы голосуют. Потихоньку. Весь Китай коммунистический, коммунистический Китай, полтора миллиарда. Голосуют-то за каких... Подожди. Вот 12-й дом открытый. Они другие не проводят. И там, которые ссылки они бежали, как раскулащивали. Да он читал это сам, Мария Ивлакова. Живу, я записываю, сижу и записываю. Да я читал и плакал. Чего у меня это самое? Ну тогда какого ты все забываешь? Ты не забывай это. А положи на сердце, как Мария положила. И что мне теперь делать? Брать автоматы коммуниста, чтобы не трочить? Подожди. Ты пока что, ложи на сердце. И, как говорится, ты еще на нижней ступени социального развития. Ты должен молчать и слушать. Вот, Игнат Иванович, перед тобой ты вылупаешься. Ты когда в последний раз за коммунистов молился? Да я все время за них молюсь. Да ну не ври, ты молишься. Ты их ненавидишь, понимаешь? Да ты... Для меня... Дворак хватит. Дорогой едем на машине. Это о Николае Крещиной говорит. Иди от него. Ругают власти то другое. Вы довольны тем, что для вас есть? Я говорю, я очень довольный. Мы едем, у нас сейчас давно уже смели. Дорогой, едем за границу. Тогда вообще думать нельзя было. При советской власти. Я не знаю, чья эта власть была. Меня избрали быть делегатом на Всемирном Конгрессе. В Лазанье. И уже все. За меня заплатили 1852 доллара. Я даже знаю это. Я оформляю документы. Выезжать. Стоп, Барнаули. Кого вы пускаете-то? А теперь, когда там вначале показывают, а идут, вот так показывают, Советский Союз и пустое кресло. Лапкин и Игнатия. Покажут еще. А я теперь думаю, какое благо, что меня не выпустили. Я бы оттуда живой не вышел. Масоны. Я бы выступил там сразу в воду или куда еще дали таблетку. И долгого. Что меня не выпустили, я теперь Бога благодарю. А когда перестройка началась, в 1922 год-то, я в Москве, получаю вызов. Билеты купил. Иду. Около Трапост. Офицер, погранищик. В зеленой форме. У меня санавровые платки. Пойдем сейчас. Я говорю, у меня билет куплен. Я говорю, деньги же заплатил. Это все вам продлят. Идет дорога и спрашивает. Скажите, а какая разница между зарубежной целью и патриархией? Я думаю, погранищику такие вопросы. Я заделал, что там другой... Другие погоны у него. Это когда Янгус сидел и пришел сторож, который кормил его. А как вы считаете, во время, когда прищищается, хлеб превращается, он так посмотрел, а это кардинал переодетый. Сторожу ли такие вопросы богословские разбираются? И этот вернули, я почти неделю сидел, ждал вызов по телефону. Иду, все, руки дали, проводили, меня рукой помахали. А представьте, какая-то власть это, шабаш. Я говорю, Макар Телят не пас. Загонит. Разница огромная, большая. Где вы видели, какой президент, чтобы на колени становился и молился? А он выступает и говорит, Владимир Владимирович, когда в Норд-Осте-то захватили, я, говорит, впервые встал перед иконой Божьей Матери и молился. Что делать? Ни один инструктор, ни один помощник, не знают, что нет. Зачем взорвут, все. Травить народ потравишь. Выборочный газ-то не будет усыплять. Шахи-то, когда эти останутся. Ну, вы знаете, сколько погибло. На столетие-то спасли. И он стоит в церкви, там молится, дает интервью, не где-то на валааме, беседует. Ладно, там маленький верну. Сравли-то не приходится. С Ягодой там или там с Берией. Что тут говорить? А это полковник КГБ. Нет, разница огромная. Я-то что писал за это время, меня бы давно уже загребли. А меня не тронули. Сейчас вот я написал президенту и прочее. Тут бы меня загреблял, мне бы благодарность пришла. Когда я написал, чтобы мне дали возможность к ИГИЛу проехать. На самом боевом участке с ними остаться. У меня программа своя. Молитва. Повлиять. Ну, поблагодарили меня. Из министерства пришла бумага. Я здесь делаю запрос. А по какой кличке я шел? И мне отвечают они. Я делаю второй запрос по-другому. КГБ отвечает. Тогда они где-то спрашивают. Загребли, больше нет. Еще Ахматову напоминать. Мужа. Гумилев? Да. Так а если напомнить, никому страшно не будет. Что, кто-то знает о Гумилеве и об Ахматове? Что-то ему было предложено только одно. Напиши, что не будешь. Его улучшали, которых допрашивали. Но они не могли его пустить. Их расстреляют. А вот я с ними был и буду. Ну, поставили к стенке, расстреляли. Ну, он белогвардеец, выше чрезвычай. Ахматово мне уже про этот камыс. А он уже тошнит от него. Сергей Павлович, пошли дальше. Я постараюсь, чтобы до конца понятно было. Ничего у тебя не тошнит. Тебя тошнит от наших знаний. Что я знаю, а ты не знаешь. И ты прям весь внутри кипишь. Знания, брат, надмивают. А любовь назидают. Это меня надмивает? Ты меня в гости в гриву и меня надмивает? Ты меня на весь мир дураком выставляешь? И меня же надмивает? Что он на меня надмивает-то? А какой ты дурак? Да если ты не будешь ничего говорить о коммунизме, там, кто будут люди, тоже ничего не будут знать. Ты что думаешь, занятия ведешь, и там все люди от этого радостные, что ли? Я... Вот Игнатий Тихонович вёл, так вёл. Ты даже сам не понимаешь, в какой-то общине находишься. Если бы не коммунисты, не было бы этой общины. Конечно. Ты... Понимаешь, Сергей, к нам особое отношение у властей. Ну, представь себе. Пасхой я с КГБ перезваниваю, что поздравляем. Края прокуратуры. Ну, подождите, ну вы же сами говорили, вот когда спрашивали, какой вред вам нанесла та власть? Я сейчас отвечаю. Никакой? Никакой. Ну и что? Так опять мне... Ну и что вы опять этому рыжетесь? Нет, 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 обожди. Ну ты послушай, Игнатий говорит правильно, и ты говоришь, что ты не до конца. Ты что, от его знаний, тошнит, он правильно говорит, меня упрекает. Они не знают ещё, их прям трясёт. Он ещё не знает. Я вопрос за вопросом, он не знает. Не он, другой там, в интернете. Ну да, это... А он, ты считал, преподаватель, профессор. А я говорю, он говорит, что откуда вы это всё знаете? Надо любить своё дело. Да, да. Профессора так говорят. Я когда он стоял на проповедь, там профессора подходили, беседовали со мной. Да, я кусанный, перекусанный. Какой ты кусанный, Серёжа? Пострадавший за Христа, кнутовищем за Христа пострадал, о смерти сказал. Серёжа, я тебе ещё раз скажу. Господь допускает всё это. И в нашей жизни, и везде. И за всё научитесь благодарить. Благодарю тебя. Чтобы на радостное сердце лекарство. Господи, я благодарю тебя. Враги нам лучшие друзья. Не тот, кто мёдом мажет, друг, а кто правду глазаскал. Я хочу немножко рассказать тебе о коммунистах. Вон, гляди. Ты послушай немножко. Вот сейчас исполнилось 30 лет партии ЛДПР. И у них программа есть, называется «Живой Жириновский» или «Жириновский живьём». И там, вот я вчера смотрел немного его выступления на 30-летие партии. Ты не представляешь, сидит огромный зал, ну, наверное, где-то с тысячей человек сидит. Это только представители от ячеек. Со всей страны. И плюс, сзади него стоит ещё, наверное, сотня людей. И все молодые. Все в пинджаках. Бритые. Ну, там есть немножко с бородами. И все стоят. Вот такие вот глаза. И он говорит, они не то, что там Сталин, там овации бурные. А хлопают в том месте, где он сказал правильно. И он правильно всё говорит. Его интересно слушать. Он про коммунистов. Как он их в 90-м году ещё начал гнобить этих коммунистов. Это нормально. Но, я тебе скажу, это всего лишь ЛДПР. ЛДПР – это лишь третья или четвёртая партия. Первая партия, Единая Россия, мы её не считаем. Потому что это, ну, это несерьёзно. Это госпартия. То есть, любого бюрократа, бери служащего, он уже в Единой России. Но коммунисты, они так себя не показывают. Они не показывают так себя. Но у них, я тебе позволю заметить, ещё больше народу. Они вторая партия. У них 16-18% голосуют за них. Ты понял? И ты мне сказки, дедушки Бонзая, не надо рассказывать. Я уж геополитике получше тебя на рволоку. Если ты, Игнат Тихонович, не слушаешь, послушай меня. Геополитика, никуда не денешь её. 18% до 21% доходило во время голосования за коммунистов. А зал ЛДПР в последний раз 9% всего. Понял? А их там сколько? Я посмотрел, думаю, я только ради этого посмотрел. Там показывают их зал. Я думаю, правда, это же партия. Я сейчас только выразумел. Понял? И когда он говорит против коммунистов, я думаю, немножко так сердце чуть радуется. А всё равно, это же не верующие люди. Но, хотя бы не коммунисты будут во главе. Но коммунистов в два раза больше, чем их. У меня волосы на голове зашевелились вчера. Когда я это всё посмотрел вживую, представил. Они-то так себя не проявляют. Хотя тоже везде. Мы там сделали детскую площадку, построили от коммунистов. Молодой парень сидит в Новосибирске. Я тебе на Слово Божие рассказываю. Это всё нас ждёт впереди. Он тебя потом поведёт к стенке-то. Лоб тебе зелёнкой намажет, а ты, Игорь, это вот как всё. Вот так, на, получи фашист гранату. Ну как, чипися. Ну конечно, так и будет. Только ты ничего знать не будешь. Никого не предупредил. Только поворота. Глаза вскинешь и всё. А муж и не успеешь этого сделать. Готовься надо. Готовься. Так ты готовься. Ты громи коммунизм-то. Я вон вышел на остановку. Начал бабушкам с дедушками говорить о коммунизме. Да они там остолбенели все стоят. Приезжали сосёстры. Игорь, а коммунист-то ты зачем о коммунистах говоришь? А ты даже меня снимать перестал. Испугался. А я думаю, что ты меня не снимаешь? А ты бестолковый оказывается. И вот тебе и здравствуйте. Молодой еще. Да, давай. Иван Гелетмарша, 11 глава, с 19 по 23. Папа, слушай. Марка, 11, 19, 23. Когда же стало поздно и вышел вон из города, поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истина, говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вопрос сразу. А вот, чтобы засохло дерево сегодня, не считая молитвы, ну, допустим, я хочу, чтобы вот этот тополь засох. Сколько времени надо? Ну, налить там туда солярки, туда под груши, прям по самой корне. За неделю засохнуть может, нет? Нет, нет. А тут на следующий день. Значит, они еще не могли налить, да и не было такого горючего. Значит, это чудо. О чуде речь идет. И страшно для них тут оказалось. Какой-то дедушка, вот, выставляли в скайпе ролик, доказывает детям, что Бога нет, он берет растение, говорит, вы думаете, что его Бог питает? Нет, его не Бог питает, его питает солнце, фотоны. Вот, смотрите, сейчас уберем солнце, и оно засохнет, а вы молитесь, чтобы Бог его, это самое. Они стоят, молятся, господи, сохрани это растение, убирает солнце, убирает, ну, как там, от чего, питательный вид, ну, и оно засыхает. Вот, Бога нет. Вот он так вот, чудо не произошло того, чтобы молиться, значит, Бога нет. А здесь чудо Господь сделало, а кто поверил-то? Тоже, как бы, вот. Конечно, это чудо без помощи. Моей жизни не было ни одного чуда, которое я видел, оно бы укрепило меня в вере. Нисколько. Почему? Моя вера превышала все эшгрусы. Вам чудеса не нужны, да. Да, у вас. Нет, все абсолютно вере и вере, за то, что тебя не нуждаешь в чудесах, зачем они? А как вы восприняли, когда про Иону прочитали? Как написано, так и все. Ну, то у меня то же самое было, я не знаю, что... Нет, ну, что я знаю, там было такое, через полчаса, кита уже убили, кита убили, там, кажется, минут даже 25 было, убили, как... И распороли, так, человек-вест как изъеденный, как мыло уже был. Ну, мертвый, естественно, жаль. А тут три дня молился, Тина опутала голову, почему Бог сделал так? Я ни граммы не шевельнул сумму, я поверил. Я прикинул, я сижу, как вот кит плывет, вижу, и вдруг меня проглотил, а я там сижу, молюсь, ну, вот, как подводная лодка. Так, а мультфильм какой-то тоже, вот, рыба, тоже корабли глотала, сказка русская, по-моему, не помню. Ну, чудо-юдо рыба-кит. Чудо-юдо рыба-кит. Кушалотно. Это конек-карбунок. Конек-карбунок, да. Я сгорел, да, и потом он уже выплевал, потом... Да, кит это животное или рыба? Чудо-юдо. Это млекопитающее. Кальмары, это насекомое или животное, или рыба? Ну, поехали. Это существо морское. Которое можно в пост жрать, а не мало, не шумлевая. Ну, если тебе совесть обличает, не жрей. А на какую глубину опускаться можно? Кит, кит, голубой кит до полутора километров. А самая мощная подводная лодка на сколько? Ну, до километра сейчас, говорят, наши делают. 800-900. Больше 500 метров. 800-900. Нет, новая сейчас разработка идет. 800-900 метров. Это лодка, которая на ней лежит. Нет. Нет. Давай, поехали. И тотчас засохла смоковница. Тот остановись. Потом читай. И увидевши, ученики удивлялись. Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Иезекииля 17.24 Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу, через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую Ему самому по естеству. Так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум. Высящийся и упорный. Посему, кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божией. Ибо тот гордый, кто говорит, что все делает он сам, а не помощью Божьей. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей, подвигнись и низвергнись в море, то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей и неверных. Сам же он да не сомневается, то есть да не отступает от Бога, ибо гордый отступает от Бога, говоря, я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в его помощи. Да, встречались мне такие люди. Слово высящийся, не высящийся, высящийся. Правильно, ударение. Высящийся, то есть поднимающийся в небо. Я высящийся? Ну да, ты там правильно начал. Балбеса. И есть слово корчаги, не корчаги, ты там Мария Улампель не сказал, корчаги, а корчаги. А кто это? Корчаги, ну есть два оттолкования. Первое, это разные сосуды различные. Корчаги, да. И емкости, емкости. Емкости, да, различные, которые на летней кухне применяются, там, в деревенских. А второе, у нас в Красноярском крае назывались корчаги, это вот то, что мордушки называются здесь. Корчаги назывались тоже. Вот так. Корчаги, это примерно вот такое вот в высоте, глиняный сосуд, вот такой вот большой, корчага. Глиняный большой сосуд, как фляга, даже больше намного. Ну, это Мария Улампельна, когда говорила, и говорит, там разные корчаги, посуду, говорит, всякую начали. А корчаги, это большая посуда, она имела в виду, в которой там скотине что-то варят, видать, вот такое. Ну, не только скотине, ну, в общем, так вот. А он не знает, видать, корчаги. А я Володе говорю, Володя, ты деревенский, правильно, как, говорит, корчаги или корчаги? Он говорит, а я и не знаю. Я, когда Сергей Павлович, вот тут надо согласиться. Вот ты считаешь, когда, это вот, утром-то считаешь. И там по-это встречаются, ты. Да балбес, я не знаю. Я одного именисиала не знаю, это по-бухам считаю. Ну, это сложно, да. А Александр Сергеевич сейчас сразу назвал, Александр Сергеевич Пушкин. А уже дошел до Некрасова, говорит, по-бухам считаю. Я не знаю, Н, А, не знаю, Лермонта где, по-бухам, М, Ю. Жаил Юрьевич. О, ты заранее-то подготовься, у тебя компьютер в этом раз нажал. Ну, как заранее читать, знаешь, какое время надо? СПБ это Санкт-Петербург. А я думал, про скотине, про скотине. Нет, про скотина, про скотина нет, Сергей. Мне осталось ее выписывать, да, заранее. А я сейчас, это, в... Википедии сразу пиши все. Я сейчас в редакторе их потом на второй раз прослушиваю. Подправляешь? А, ну это хорошо. Так что Корчаги, если можешь, подправь на Корчаги. Уже полно уже. Ясно. Ушло. Ну там еще кое-что есть, конечно. Ну это так, мелочи уже. То, что всякие бывают. Долго читать, когда там три часа целых, конечно. Можно у меня вопрос? Можно. На, Тихонович. Вы там. Послушайте, у меня вопрос. Давай. Да. Книга Бытие. О. Да. Господь говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Что заключено в этом? Образ. Проится. Образ, проится, святой. Образ. В человеке. В человеке что? Я на это, когда был митрополит у нас, и попросил сказать слово меня, прям во время благослужения. Я взял эту тему как раз. Первое. Самое главное. Качество свобода. Я показал, что свободы нету, тем более у архиерея. Вы бы хотели вырваться, да не получится. Свободен человек. Но Богу мог сделать так. Я непременно буду верующий, лишь бы в раю быть. Я согласен. Господи, забери от меня этот дар. Но чтобы я только думал о божественном, а не тянулся туда. Вот и все. Значит, свобода первое. Второе по образу своему бессмертие. Ты можешь три атомных бомбы внутри себя взорвать, и не исчезнешь. Человек бессмертен. Там или здесь. Где будешь. Это выбор, который дается по образу божественному. Ну и тут можно еще и другое. Творческая энергия, которую Господь наделил в человека. И то, что изобретают, вот это, если бы сказать раньше. Но сейчас мы разговариваем, нас снимают. И домой пришли. Ну и включили. А у нас стоит картинка. Человек смотрит картинку. А теперь-то кнопку-то нажал. И картинка-то зашевелилась. Человек бы неверующий-то. У нас же ледную дорогу перепроводили где-то в 1953 году. Потеряльки-то. А же дорогу, кто строил, их поселили в ближайших деревнях. И они жили. Ну а радио-то провели. На столбах была такая. Она, не знаю, из пергамента или из чего. Тарелка. Тарелка такая-то. Ну она пришла, моя тетка родная. Тихон Дмитриевич, а она Пелагея Дмитриевна. Она с горшками возится-то. И в это время-то включили, а включала, ну определенная там, работал человек в деревне. По столбам, правда. И как они заиграли, запели. А она в печке возилась. Она бросила, выскочила на улицу и кричит, квартиранты, бестии напустили. Бестии напустили. Она никогда не видела, не слышала. А если показать, как картинка-то, смотришь когда? А теперь я видел картинка-то. А это картинка из ролика. Ты заговорил. Это я представляю, что бы было. Игнатий Иванович, ну было же это. Когда впервые братья Райт показали, как паровоз едет. Лемье, братья Лемье. Показали, как паровоз едет полотно белое. Люди, зрители сидят. И паровоз подъезжает. И когда он близко приблизился, все упали туда под это полотно. Думали, сейчас на них наедет. Ах, было, когда братья Черепанова в России изобрели. И рельсы сделали трубчатые. И колеса трубчатые. А когда люди увидели это все, они говорят, из этой затеи ничего путного не выйдет. И скорость была самая большая, кажется, 15 километров в час. На велосипеде можно ехать. Так помню, они говорят, соломой застилали, если когда дерзят, чтобы упали на соломку. Подстели соломкой прямо. Труба, дым, искры летят. И рядом бочка с водой. В случае чего потушить, чтобы... Ну это поезд. Какое было чудо. Коня нету. И пыхтит и идет. А раньше тормоза были. А останавливаться машина нет, а воздушно. Курица на дороге зерно клюет. Она сначала спугнет. Курица. Он прогоняет. Курица. Ну понятно. А вот когда пролетит этот самолет, да и сейчас инверсионный след, с ума сойти, змей летущий оставил след. А мы-то даже нам нужды никакой нет. Вот сегодня школьник пятого класса, он знает больше Ньютона. Потому что эти законы он в готовом виде берет. А Ньютон это голова была. Когда стали говорить, я помню себя. Это было примерно в 78-й год примерно так. Сказали, сейчас изобрели так, цифровая запись будет. Вот если размер такой, ноготок, на него можно записать целый роман Льва Толстого «Война и мир». Ничего себе. Как? Ну, она говорит, я думаю, а как буквы, куда они поместятся? Да, говорит, со всеми знаками. Ну ты же сама знаешь, что. Когда маленький, ну какой это сейчас? Тип. Вот она, гигабайт или терабайт возьми. Так сейчас какие названечки, квадрабайты там, квинтобайты? Квинтобайты, да вообще. Я смотрю сколько. Я один занимаю, я не знаю сколько, но 19 тысяч роликов моих только. И как они терпят нас? Да, для них это ничего не значит. А они деньги-то получают. А тут у меня один мудрец в прошлом году, Виталий. А тогда убрать это дело. Тогда я признаю. Только убрали, да мы до утра едва восстановили. А у нас вот так все затрясло. Зачем им нужны, если они не будут получать с нас? Я каждый день молюсь за них, за администрацию Ютуба, что нас терпят. Ну надо реально просто смотреть. Ну представь себе, такие беседы, это все выставляем. Хорошо, что все это в Америке. У нас один ролик сошагнул за миллион посетителей. Где шершни? В деревне, в деревне за столом сидим. Это так понятно. В лагере где-то пройду? За миллион все-таки, да? 90-го годника. Никита еще. Ну другие там меньше, меньше и все. Собака, она восемь. Это все чудо божье. Голос сохранить. Как так он умер? Она, как это трудно давалось-то. Вначале-то лента-то была металлическая. Ну лента металлическая. Представь себе, сколько она накрутила. Сначала восковая была. А потом на проволоке. На проволоке, но все остановилось. Сейчас я не знаю сколько, около 10 лет стояло на одном месте. Ничего вперед не движется и все. И кто-то догадался на головку послать ток с частотой, кажется, в 100 раз больше, чем которая здесь. И тогда сразу сдвинулось и закрутилось. Вот эти сейчас, сейчас рулетки. Самое главное, что интернет показали можно. А теперь-то составляю там, программирую. Мы живем в удивительное время. Вот вы говорите по образу и подобию нашему. И Господь создал человека свободным. Свободным между выбором добра и зла. Он предложил тебе огонь и воду. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Добавляйте, зачем вам умирать? Вопрос. Выбери жизнь. Вопрос. Если Господь сотворил Адаму и Ему свободными, но потом-то он посадил дерево познания добра и зла. И до того, как они с Него вкусили, они зла-то не знали. Не знали. А тогда и выбора не было у них. Значит, он их создал несвободными. А выбор был, только без опыта. А что они узнали из дерева? Они из дерева вкусили. Узнали одно. Ну, слушать все Бога хорошо, а не слушать все Бога. Да я знаю. Но я говорю сейчас о свободе. У них не свобода была, у них не было зла. Они не знали, как потом это уже Бог решили. Потому что у них как раз и был выбор избрать. Свобода была. Уже селива Бога. Зла не было. А если зла не было, тогда и свободы не было. Но как это не было зла? Была у них единственная заповедь. Не есть. То есть, если ты ешь этот плод, это уже было. До дерева. Ну, до дерева оно было уже. Вради стоят. Он сотворил их свободными, а зла не было. А раз зла не было, то и свободы быть не могло. Преступление, заповеди уже было нарушением. Нет, с этого дерева вот именно. Да, с этого дерева есть. Хорошо, я согласен. А почему Иисус не позволил прикоснуться Марии к себе? А когда к Фоме пришел, говорит, вложи персты свои. Почему? А вот интересно. У Евы говорит, ты не прикасайся. Ева говорит. А Ева-то откуда-то узнала? Ему Бог не говорил, не прикасайся. Видимо, он видел ее любопытство, а ты даже не прикасайся. И хорошо человеку не касаться женщин. Понимаете, сколько, когда начинаешь смотреть, вот баптисты все, когда венчают, по-своему они, по-баптистски. И сказал Бог человеку, нехорошо она убыть, сотворимому помощицу. И она стоит рядом. Теперь хорошо, все, и под одной шкурой спать можно. А это такая шкура появилась, ты не рада, что жить. Ну ты-то не знаешь это, но Бог-то это знает. Он тебе дал выбор. Почему вы говорите сегодня? Это было, когда написано, наполняйте землю. Ну мы и наполняем. Что ты наполняешь? Когда каждый день умирает где-то 20 тысяч, кажется, человек. Земля переполненная, через край льется. Вот дали тебе посудину там, ведро. Налей воды, а ты стоишь, а что ты стоишь? Наполняю. Так что край льется уже по улице. 20 тысяч каждую минуту или... Или каждый день. Сейчас выше. Такая система есть, вот так показывает, сколько умирает, больше, меньше. И все данные. Прямо она недвижимая, вот такая. В минуту 20. Это удивительно. Или в час, может. Пошли, Сергей, а то ранее оказалось. Можно я все-таки уточню? Получается, тогда у нас три такие способности по образу, по подобию Божию. Это свобода, бессмертие и творческая энергия. Все. А вот наше тело, оно совершенно никак не зависит. Абсолютно. Когда мы поем и в лепоту, об лечестве, в лепоту, в лепоту. Поешь? Да. Это означает, Бог безначальный, бесконечный, облегся в красоту человеческого тела, зачавшись во чреве Девы Марии. Совершенно. Мы даже не понимаем, что человек, как голова устроена, как глаза, как реснички, как нос, как мыслить. Я говорю, я не думаю, как язык подставлять. Он сам подставляет, ты должен звук издать. В гортане все, орган. Когда человек поет и бывает, голос меняет, вот этот, от Ивана Ребров, когда смотришь, он от самого высокого дисканта мог до самого низкого баритона, наверное, сказать, взять. Как это так? Он поет, показывается. В Германии от русского и немца родился. Иван Ребров, знаешь, нет? Да, да, да. Ну вот. Я смотрел вам. Это орган в горле, и тут же ешь, и пьешь. Это удивительно. Оттуда же и поешь. Каждый пачек свое место знает. И рассыпались в кости. Как они между собой? Как она не... Кожа их не держит, там сухожилия стягивает их. Бывает, вывихнулось, растянулось. Опять на место, она резинкой опять на место его поставила. А 700 тысяч колбочек каких-то в человеческом глазе на экране. И никто, ученые, не могут объяснить, почему мы видим человека головой кверху. Согласно всего отображения, должно перед ногами быть. Вот есть такие насекомые, шмель, видела? Он небольшой, пушистый такой, а крылышки маленькие. По самым точным расчетам он не имеет права подниматься даже на шаг. Крылышки эти не могут поднять такую тяжесть. А он летает, нужды нет. Почему? Никто не может ответить. Это только то, что на наших глазах, рядом. Как это может быть? Никто не знает. Чего ради бабочка появляется? Сначала куколка, там какой-то червяк ползает. Мало того, гусеница-то ходит. И вдруг крылышки опять закутались. И оттуда вылазит уже бабочка с крылышками полетела. Это все премудро. Муравей спасается от воды, от наводнения. В муравья есть такой орган такой. Он в себя может всасывать кислород. Он всасывает кислород и получается как воздушный шарик. И он в воде плавать начинает. И так он может держаться сутки этим же кислородом, дыша внутри себя. А потом выбрались там, они все вместе плотно выбрались. И все-все по одному, по дружке, как по мосту, куда надо перелезли. Да такой степени вообще невероятно. Не посмотришь это, не узнаешь. А яйцо, простое яйцо, это вообще... Парометр-то не было раньше. Изумительно. И как узнавали? Муравей запечатает входа, значит будет дождь. Как он узнавал? Летает мышь летущая ночью. Глаза нету, глаз не закрыто. Как она летает? Никто. Теперь эхолот. Вот почему написано. Люди говорят, вот это новое, а дальше и крестья спешит, но это уже было под солнцем. Прежде чем полетели самолеты, птицы уже летали. Прежде чем появилась подводная лодка, дельфин уже нырял. Любое, что бы было, вот показывает Жуковский, основатель воздухоплавания. Космонавтики. Он тысячи крыльев разрезал. А за счет чего держит это? Вперед толкает, это понятно. Реакция держится за счет крыла, которое вверху вот такое, а внизу ровное. И кажется очень просто. Вот это вот крыло, вот этот бугор, вот так вот. А так воздух, который попадает здесь, он растекается. Но там он должен одновременно соединиться. А раз это расстояние больше, значит здесь быстрее летит. А чем больше, тем больше разреженность. И поэтому на каждый квадратный метр 750 килограмм давит. И до этого доходили-то годами. Падали сначала. А сейчас еще сделали вот так, вот у него сам самолет. Это у него под брюшиной давит. Сейчас еще двигатели сделали, потому что двигатели научились. Вот так вот, самолет летит, вдруг замирает. Вот так замерет. На ходу вот так переворачивается, и в другую сторону полетел. Вообще невероятно. А у него там за счет каких-то этих... Сопла двигается, сопла, вот так. Это человек все знает. Как рука. И думаешь, какие языки. Я раньше долго не мог понять. Русский язык очень трудный. Говорят, почему? Такой хороший язык, так легко разговаривать. Еще не получится. Вот я когда стал другими языками это заниматься, в немецком языке, допустим, 4 падежа, а у нас 6. А в английском языке 1 падеж. 1. Вот так легко. Вот у меня есть ложка, ложка, а у меня нет ложки. Ударить чем ложкой? А думаю, о ложке. Сколько окончаний разных. Вот почему эти разные... Сюга не знает. Моя твоя любви. Она не знает. Зато у нас люблю кашу, люблю жену, люблю Бога. У нас рядом немцы жили, она зашла, и матери моей говорит. Вот это... Она говорит, утки-то жирные, утка жирные, жирные. А вот уткин муж не очень. Уткин муж, она не знает, селезей. Уткин муж. Уткин муж. Отверзь уста. Они не могут сказать, у них этого нету. А у них-то именно вот так и есть. Иисус открыл рот и стал говорить. А у нас уста не открыло, а отверзь. Отверзь. Вот это какое звучание? И говорит, и на щеле тайна, не на лбу. Или очень... Вот. Очень сильная, там очень кария, так как я люблю вас, это черная. А там глаза, и то это. Да глаза и есть, но... Богатый, богатый русский язык. Ивнатийович, можно я Лене еще дополню? Прикасание. Дело все в том, что в Евангелии от Матфея написано, что когда жены пришли, и там среди них была Мария Яковлева. Это Богородица. Ян Златоуст нам толкует. В толковании написано. И они упали и прикоснулись ко Христу. Среди них была Мария Магдалина. Когда они прикоснулись. Но когда она прибежала в очередной раз, она четыре раза бегала, как грубо. Или три. Тут точно Златоуст. Ну, приблизительно, что четыре. То есть она вот... Каждый евангелист описывает это... Одна промежка Марии Магдалины была туда. То есть так она носилась туда. Как угорелая. Вот куда энергию тратить надо. И в очередной раз, когда она... Это Евангелие от Иоанна. И когда она увидала, и она к нему так кинулась, он сказал, не прикасайся ко мне. И говорит, да, просто хватит. И именно так хватит. Подразумевалось так, хватит. И вот, когда она там стояла и плакала. И Златоуст говорит, как он к ней обратился? Ну и там, как обратился там? Ну так, с нежностью и так далее. Он строго к ней обратился. Мария. И она повернулась такая. Не прикасайся ко мне. А иди к братьям моим беги и скажи, что я восхожу к отцу моему и отцу вашему. К богу моему и богу вашему. То есть до нее должно было теперь доползти. Если остальные уже поняли, они увидали, что представь, богородица пошла молиться. Она говорит, ему уже молилась Златоуст как к богу. Все, первая уверовавшая. И остальные посмотрели на нее. И пошли тоже молиться. Авторитет был. Вот как у Игнатихныча. Сергей Павлович. Как у Игнатихныча. И сразу пошли молиться. За коммунизм. И за женщин. Замучил уже. И в следующий раз уже не принималось это. Он уже, понимаешь, все уже показал. Все куда больше. А Фома, он не был среди апостолов. И он был среди них и сказал необдуманно, что пока не прикоснусь. А Христос был рядом с ними. Он всегда рядом с нами. И поэтому, когда он явился в следующий раз, он и сказал, прикоснись. Вот и все. Тут не потому, что там кто-то хуже или кто лучше. Просто для веры нужно было это. А потом кто-то придумал. Фома неверующий. Он верующий был. Он был очень сильно верующий. Он любил Христа. Но как это перебороть себя? Не было его там с ними, с одинностью. Петру надо было сколько пробежать там везде. Лука и Клеопа прошлись. Пришли там, начали рассказывать. И тут Христос уже явился. Еще сколько... Мария Магдалина им там надоела уже, плешь проела. Христос там уже воскрес. Кто-то на днях поставил фильм такой. Или маленький так. В момент написано «Цыгане». И Христос пришла женщина, а мало связали. Кто это выставил мне? «Цыгане». «Цыгане». А что «Цыгане»? Я выставил. Ролик выставили мне. Не, не ли я там его сам взял. И что «Цыгане»? И там написано «Цыгане», будто исполняют этот фильм с него снят. Ролик, да. И что Иисус идет с учениками там из-за холма. И наконец женщина приходит, плащет. И то другое «Цыганское». И она цыганка, да? Я посмотрел, знаешь, я боюсь говорить, но мне кажется просто кощунственно, если это «Цыгане» ставили. Какое выражение лица Христа. Вот в фильме «Иисус» по Евангелию от Луки вот это стопроцентно веришь. А здесь такая грубость, такое прямо. Я даже смотреть до конца не смог. Я тоже не смог. Это тоже так. Написано «Цыгане», точка. И дальше. Но я видел в Ютубе, там есть такое, но я не стал даже смотреть. У меня только «Цыгане», я сразу. Там ничего долго. Да. Я не тот ролик. Там есть другая интерпретация. Лучше вообще не смотреть, просто слушать. Слова хорошие очень. Мы здесь пели эту песню с членами Политекина. Слова хорошие. А ролик, ну, не каждый может так, как Виталий Калинников. Все душу вкладывать в ролик. Цыгане. Тяп-ляп. А слова там... Марина, вы не бегала, Мария, если бы мобильный телефон был. Она позвонила только кому-то, и сразу узнала, и все. Виталий Калинников. Это вся беда Марии Магдалины, что у нее не было мобильного телефона. Поэтому она и бегала туда-туда. Ну, да. Но, блядь, быстрая на ножку была. Неплохо. Молоденько. Евангелие от Марка, 11 глава, 24-25 стихи. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешение ваше». Толкование. «Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу, и, скажу словами Давида, изливает душу свою пред Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним, и его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. Верующему все дает Бог, когда тот со слезами высказывает перед Ним все желания в молитве, и как бы за ноги владыки держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий». Простите меня. Только о Христоране не говори, а то сейчас начнешь Христоранничать. Почему не говори? Ему за что прощать-то? За то, что... За что? Потому что коммунистов любят. Да ты просто читай, и все, и придет. Вон мы сейчас с сестрой с Гурчей нашей разговаривали. Я говорю, я, допустим, интимное мое, личное. Я плачу, когда вот смотрю. Я не могу ни один фильм революционный до конца досмотреть. Я Батьку Махно смотрел, и он мне понравился до такой степени, я думаю, все, больше не буду этот фильм смотреть. Так хорошо сыграл он его, и так жалко его, этого Нестора. Столько он для людей. Он сделал больше, чем Ленин. Я не знаю во сколько раз. Ну как Гитлер. Его все любили. Он там пострадавший был. За людей он прям шел. У него ничего не было своего. Точал сапоги. Придумал так, что в неделю, два дня ты должен на общественные работы. И он собирал сапоги у всех. Он был сапожник. И сидит всем сапоги шьет. Они заходят. Батька, там белые наступают. С той стороны красные. Там эти поддавливают. Подождите, у меня, видите, какой день. Я должен угодить всем. У меня вот еще Петра Степановича сапоги. Понимаешь, какие люди были? А этот горлохват, ну не будем говорить какой, сидел и только об одном думал. Когда встретился с Нестором Махновым, поговорил с ним и потом заходит к нему Свердлов и говорит, ну как вам этот украинец? Он говорит, очень грамотный попутчик. Ну до первого перекрестка. А потом мы его скинем. Понятно? Уже тогда, в 18-м году, он знал, что он его убьет. Но не получилось. Убил всех его командиров. Всех командиров. А там были герои. Мужики-то. Поехали. Художник. Ты быстро перехватывал. Марка 11, 26, 33. Если же прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешение наше. Вот на ней меня бес ловит. Помолитесь на мне. Вот где не, я не ловил. Ты что-то это часто, да. Как бесноватый. И у тебя все сразу переворачивается. Пришли опять... Покаялся. Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храм... Подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины. И говорили ему, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ. Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью я это делаю. Крещение Иоанна у вас с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Толкование. В ярости за то, что Христос изгнал из храма торговцев, они приходят к нему с вопросом. Какой властью он это делает? Они как бы так говорили ему с поношением. Кто ты такой, что это делаешь? Разве ты поставлен учителем? Разве в архиерея рукоположен? Говорили же это, стараясь привести его в затруднение, чтобы уловить его. Если бы он сказал, я творю это моею властью, то они побили бы его камнями, как богопротивника. А если бы сказал, творю это властью Божией, в таком случае они могли бы отвлечь от него народ, так как он признавал себя за бога. Но Господь предлагает им вопрос об Иоанне не без причины и ни с какой-либо хитростью, но так как Иоанн свидетельствовал о нем, то он и спрашивает злодейственных иудеев об Иоанне, дабы они, если признают Иоанна за посланника Божия, принуждены были принять свидетельство Иоанна о Христе. То есть Иоанну-то они верили, должны тогда и поверить до конца, что Иоанн-то говорил, что это Сын Божий, на нем было мое благоволение. Но они ни разу Иоанну не поверили, а народ-то поверил Иоанну, они боялись народа. Они-то не так вот хотели уловить Христа, но у них ничего не вышло. Христос мудрее оказался гораздо младен. Самосущая премудрость. Марка 12.1.9 Вот почему и написано, что многие священников покорились вере. То есть не уверовали, а покорились вере, употреблено слово. Что им тяжело с этим. С Крипов, да? Да, веры как таковы. Звенит. Да, а кто там откроет? А этот... Людмила Степановна. Михаил ушел? Да все вошли. Людмила Степановна, посмотрите, кто там. Кто-то вас позвонил? Да. Да, 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 откройте. Можно как-то созвониться Василию. Почему нет? Да, у него нет телефона. Он не звонит никому. У него нет его. Это что, ясно почему. Пожалели. Его там завалило просто снегом и все там никто не чистит. Ему выйти просто невозможно. Действительно. Невозможно выйти сейчас. Никто не чистит, потому что снегопад был перед этим. Перед Новым годом. Но он же сейчас, он последние разы на автобусе ездил. Он сейчас уже пешком не ходит. Он на автобус на остановку стоит. До автобуса, ты знаешь, сколько идти? Ты был у него? Был. Да, для него это. Если он до храма. Да, если нечищена. Нет, дойдет. Дойдет, дойдет. По снегу, кстати, тяжело. Да нет, не в этом случае. Обидел. Да, да. А скорее всего, обиделся просто. Где брак Андрей? Попросите его на снегоходе за ним съездить. Вон он. Вот по делу бы съездил на снегоходе своем. Да, Василь. Чего нет? Я уже три раза ходила. Игнать Иванович, вы знаете, что у нас тут под окнами нашли наркотики? Целый пакет. Ничего себе. В смысле пакет? Ах, кто нашел? Полиция? Милиционеры. И приезжали. Приехали, зашли сюда и попросили двоих понятых. Погордом он еще их раскидал. Одиннадцать закладок? Да, сейчас. А я сейчас смотрел, полиция стоит, я понял, что она там стоит. А там вот Андрей был, брат наш. А почему? И Миша? А, и Михаил тоже. Одиннадцать закладок. И Михаил. Ничего себе, хорошо, что я не поехал. Одиннадцать закладок, ничего себе. А вы ездили на закладком? Взяли этого человека, который... Тихо, тихо, подождите. Взяли человека, который разбрасывает синтетические наркотики. А зачем? Чтобы по интернету их продают, он их в какое-то место закопает, а в интернете продают. Они им деньги скидывают, а они им говорят место, где этот наркотик. И они подъезжают и копают. Я у себя видел, как у меня копали под моими столбами. У меня два столба приметные. И между ними там копали. Я смотрю, копают, вырывают траву. Я подошел такой, смотрю, говорю, что делаете? Он на меня как кинулся, парень молодой такой. А ты че, там борода на меня так... А другой издалека кричит ему, типа армянина. Эй, слушай, подожди, это не надо там, типа... Тот раз прям передо мной остановился такой, разъяренный стоит. Я говорю, вообще-то это мой дом, чего вы тут копаетесь, я не пойму. А тот подошел в белом костюме такой и говорит, понимаете, мы тут потеряли ключи, и вот сейчас ищем ключи. А это закладки, вот такой пакетик, ну, вместо, которое можно припомнить хорошо. Понимаете? Или не понимаете? Вот такая она маленькая. Как тайники делали. Я не то, что не понимаю, я видел, как закладывают. Вот я у нас звонок, и они копают тут, и что-то положили. А я тут увидел человек и говорю, а что они тут под нашим домом там взрывочатку положили, что ли? Я видел сам, возле нас. Да, да, да. А потом утром встал, гляжу, тут разрыто, еще нету. Все, это вот и есть. И они опять, видать, к нашему нашему... Вот сатана набил дом. Я даже не понял. Так же, как и ко мне тоже. Да, это и есть. Я видел, прям под нашим домом. Синтезические наркотики применяются внутрь или курятся. Курят. Закладывают папиросы и курят. И дураками становятся. Но его не увидишь, у него только глаза вот такие. Он не шатается, ничего, у него такие. Он как оловянный. Разговаривает так, странно. В интернете сейчас такие есть. Я начинаю говорить, он вот такими глазами смотрит. Я говорю, ты то ли обкуренный. Ну да. Ну вот это вот оно и есть, вот эта гадость. И он подряд, на другом выхожу, он тоже такой же. И мусульманин видно. И прямо говорит, а сама так... Да, 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 это вот оно и есть. Я говорю, ты как говорят, после большого будуна, я говорю, проснулся. Ну, ты чего? Ведь я не и пин, а вам он так и говорит. Ну да, да. Ну вот это вот бесполезно с ними беседовать. Они никакие. Надо курить. Курить можно, а это тоже наркотик. Да? Курить у них можно, да, это так. Наверное, что получилось? Продают шифонега. Я никогда такие не видел, шифонега. Вот такой высоты. Вот. Комод можно. Вот такой высоты. Какая шина неизвестна. Ребенок с ним играет, и он на ребенка упал. Как его можно задавить-то? Подали в суд, заплатили 46 миллионов долларов. Это в Аккенде. 46 миллионов долларов. И в другом месте, говорит, у нас тоже задавили. Посчитали еще три ребенка этими вот этими. Ну, это как стиральная машина такая. Как могли? Его надо к стенке приручать, привязывать-то. И на троих еще 50 миллионов выдали. Какая-то шведская компания выставляет. Я посмотрел, как же так, руками не свалишь, а ребенок играл, и на него упало. Вверх мне тут открывается, он вылетает. Знаете, вам не скидывали ролик, как один вор прославился на всю страну. Вор. И, то есть, он воровал на пляже сумки. Пошел, схватил сумку и бежать. И смотрит, там полная сумка гвоздей из рычатка. Тикает. И он, короче, что делать? Не разделялся? И он, что делать? Он, короче, эту сумку куда-то там положил, побежал в полицию. Я украл, говорит, сумку, а там бомба. Говорит, знаешь, что, пошел ты, мы тебя знаем. Они уже знают, что он вор. Они ему не поверили, что это самое. Он тогда начал дороги перекрывать. Машины встали, там бочки, там все, все, все. Ну и все-таки поверили, вызвали саперов, взорвали эту бомбу где-то там. И он спас тысячи жизней. Ему простили всю эту кражу, короче, то, что он согнался. И поставили его на пляже надзирателя. Он теперь знает. И он теперь, кражи, говорит, на пляже прекратились. И он нашел работу, то есть, это там бомба его спасла его от греха воровства. Такая история невероятная. Говорит, его не посадили за кражу-то за это, понимаешь? Надо пойти, что-нибудь в государство. Я видел снимки такие. Люди купаются на пляж, недалеко от дороги-то. А в это время гонят машины, и в ней два фрецепа пропан. И они взорвались. И там метров сто, наверное, до пляжа. И они вот так вот катились, и в море развелось. И в море охватило всех, кто был там. Все сгорели. Огненный вал. Две огромные бочки, полная пропана. А, ну эти, понятно, ну да, конечно, тут. Жирный газ. Ну да, он жирный. А город предотвратил теракт, короче, до этого было, за неделю теракт. И он вот так вот... Как хорошо, что мы живем в льдах. И никаких пляжей у нас нет. Сейчас этим самолетом, украинский самолет-то взорвали. Иран сбил. Сбили ракеты. Ракеты. А Турчина выступил и говорит, ракеты были российские, поэтому не виноваты. Какой-то фастер там называется. Фастер. Поехали. Турчинский, да. Евангелие от Марка 12.1.9. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал тачило, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестия. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его и к ним, говоря, «Постырятся сына моего». Но виноградарей сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарям, и предаст смерти виноградарям, и отдаст виноградник другим. Торкование. Виноград означает иудейский народ, который насадил Господь. Охрани то, что насадила десница твоя. Нога, поставь ножками, ножками. И отрасли, которые ты укрепил себе. Псалом 79-16. Введи его и насади его на горе достояния твоего. Исход 15-17. Под ограду, разумеется, закон, не допускавший иудеев, смешивается с другими народами. Башня есть храм, который был великолепен. Точилом означает жертвенник, на котором проливалось. Вы ко мне зайдете, я выраду. Бог отдал народ своим делателям, то есть учителям и правителям иудейским, всем в свое время. Он послал сперва одного раба, то есть пророков, бывших около времени Ильи. Например, Михея, которого бил уже пророк Сидекия. Третий царств 22-24. Послал другого, которому камнями пробили голову и таким образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба, что можно разуметь о пророках времен плена иудейского. Например, о Данииле и Изекииле. Наконец, Бог послал сына своего, который назван человеком ради человеколюбия. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника, то есть из Иерусалима, и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын, погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Почитай книгу «Деяния апостольских», и ты увидишь, как три тысячи, Деяния 2.41, и пять тысяч душ вдруг, Деяния 4.4, уверовали и стали приносить Богу плод. Дальше? Или поговорим? А что там у нас осталось? 18 минут. Так что, все? Нет, 18 минут. Давай, считай дальше. Считай, я все. Слушайте только, внимательно. Не отвлекайтесь. Марка 12.10.12 Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался головой ума. Это ад Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Толкование. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Христос, а зиждущие суть учителя народа. Таким образом, кого пренебрегли эти учители, тот и стал во главу угла, сделавшись головой церкви. Ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех иудеев и язычников. Подобно как и угол соединяет две стены, сводя их к себе вместе. То есть, если нет этого камня, то разрушится ваша вся вера, да? В христос не приняли? Да, да. Он камень, то есть, он сочиняет язычников и иудеев. Христос. Во Христе нет теперь ни иудея, ни елена. Если человек в это не верит, а думает, что только иудеи спасутся, или иудеи это все уже Бог отверг, за то, что они Христа распяли, а то спасутся только язычники, то это не церковь, это уже разделения пошли. Господь себе соединил две вот эти вот ветви, две церкви, как бы верхозаветные и новозаветные, то есть, в одном, во Христе все, нет ни иудея, ни елена. Если эти уверовали во Христа, эти уверовали во Христа. Все. Слово отверг, ты, конечно, громко так сказал, что бы он отвергал Бога. Господь вообще никого не отвергает, а это тем более им, Бога, избранный народ. А Господь не отказывается от своих. Дело все в том, что как претензии иудеев, как первоистующее или церковный народ, вот это да, этого уже нету все, это так отвернуто. Нету церкви иудейской конкретно. Есть церковь Христа сейчас. А раньше было ветхозаветно-иудейская церковь. Ну, своеобразная, безверно. Сергей Николаевичу позвонит. Нету у него телефона никакого. Я звонил, он недоступен. У него там электричества нету, заряжать нечем. А он уже две недели отсутствует. А ты до конца узнаешь, что Ольга Соклакова-то еще сам здесь? Ольга ходит в Богоевленский там. Живая. Она живая, да. Ходит, работает там где-то и... Ну, все, она... Ну, сюда не хочет ходить из-за вас. И она богослова? Из-за вас. Из-за вас, да. Вы пристаете к ней. А как? Ну, все время что-то пытаетесь там... Что-то не сказать. Оказывается, не только из-за меня, да? А? Оказывается, не только из-за меня-то уходят. А из-за тебя кто уходит? Ну, обожди. Обожди, а еще я сказал? Не знаю. Я говорю, почему у тебя к маме больной никого не допустила и умерла? Как я пустую? Мать больная? И она к ней Татьяну подменяешься никого не допустила. Нечего делать. Пока не умерла. А она мою маму не допустила. Она убегала до собрания, не оставалась. Мама больная. Я говорю, умрет мама, ты теперь не будешь оставаться. Так и получилось. Я ей сказала, говорю, мама-то нет, а ты рвешься. Тебе община не нужна. Она уже второй раз уходит. Но потом ходатайство. Вот это она на вас. Ходатайство я? Да. Не знаю. Не помню. Ходатайство. Ты, Марина. Ну, во-первых, она когда ушла, она не была никто. А тут она пришла и говорит, я теперь готова быть оглашенной и креститься. А так она пришла, побыла тут у нас год и ушла. Она была никто. Даже не оглашенной. Поэтому. А потом она пришла уже там, и да, там, оглашение, там она все. Ну, что там дальше уже? А тебе, Игорь, не кажется, что вот этот Евгений Изотов похож на того Андрея, которого жена Валерия? Нет. Нисколько не. Ни разу не похож вообще. А? Он мне больше напоминает... Нет, по наружности, по виду. По виду он мне напоминает Полоцкого какого-то воина. Половецкого. Ну, на Андрея похож он, нет, от которого... Нет, на Андрея не похож. Андрей вообще, он русак чистый. Андрей русак. Он больше на Славика Волкова намазывает. Он светлый такой. А он похож на вот тех вот скифы, что-то такое у него. Я к тому говорю. Крепкий такой, плечистый. Я хотел, он, крещение допустили, а мы, когда голосовали, за него не проголосовали, батюшка настоял крестить, но он ни разу больше не был, саду ушел вообще. И с ними встретишься через 10 лет, они ни вперед, ни на шаг, ни на шаг, а еще он двинется тут. Никуда не двинется. Иногда раз в год, может быть, в церковь сходит, и никому ты не нужен. Никто не спросит, не позвонит. Он нигде не участвует. И он ни в интернете, нигде нет. А затеял креститься. Крестился. Девочка. Большенька довольно... Ну, такая же, как Малуй сказали. Да, может, такая же. Такого же на Бурлова? Они, да, они... Нет, он сам с деревни где-то, но приехали, тут они снимают. Квартиру. Здесь где-то устроился, он работает. Где-то около Багаевлинского там. Ну, он сразу сказал, пришел и говорит, я не знаю, я говорю, в общине там надо быть и так далее. Я не знаю, мы так не договаривались. Вот вы нас просто крестите, и все. Я батюшке начал, говорит, батюшка, да ты, куда ты лезешь? Твое дело, что ли, я буду крестить. Я говорю, ну, пожалуйста, дело ваше. А он нигде нету, никак. То есть он еще не получил. Да, он крестился, да, радовался, ушел. Он куда-то сейчас полезет. А радовались-то как они, ой. Я даже подумал, что они будут, к нам придут. Ни разу не пришли после этого. Видал, как радовались? Когда они уезжали, мы с ним обнимались. Валерия ко мне подошла, обнимается. Я смотрю так на него, думаю, не поревнует? Нет, ничего. Он, видите, на костыле, ну, никакой. Наконец-то можно успокоиться. Ну, конечно, какие мне сейчас любовницы есть? Вы что, ребята? Ты же верующий, ты не дай тебе любовь. Да мне вообще ничего не надо. Мне кажется, слово община, не только общее есть, а именно слово общение. Общение с общением. Есть собрание. Вот у нас некоторые есть. Лучше нету, какие люди. Не заходит даже сюда. И сразу прямой наводка. Приходит, ни одного замещания. Все у него как надо. Вот собрание-то не надо. А я этих людей знаю с детства, они такие и были. Очень добрые. От родителей унаследовали доброту. А вот быть в общении-то тут могут. И попроси, и сделает. И тайный привед сделает. Общения не надо. Общения нету, это спасение под сомнением. Потому что общение, это одно из условий, что кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. А впереди написано, если ходим во свете, как Он во свете, и имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа ощущает. Вот это никак не могут понять. Там три точки стоят, ты видишь? Оно оторвано от предложения. Янатий Ильич, к этому хочу сказать. Помните, вы когда интервью брали у этого священника, которого зарубили, Александра Меня? Да. И вы, по-моему, да, вопрос задаете. Почему нету выступлений священников таких, зримых таких? А он говорит, ну, может и хорошо, что нету. Такого петуха, говорит, пустили. Так что я думаю, может и хорошо, что общения нету с ними. А то такого бы нас услышали здесь. Нас неуправляем, он бы тут бузу напускал. Да, 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 да еще иногда с ними так чуть-чуть разговариваешь. То там земля не нравится, то баптисты спасутся. Ну, то есть, ну, вы знаете, иногда я думаю, хорошо, что я не разговариваю с ним. Тоже поругался бы давно. А я молчу, и хорошо. И они молчат. И как будто бы тишь да гладь да Божья благодать. А знаете, все, в чем дело? В вашем авторитете они в почтении предупреждают вас, чтобы не ругались, вы ничего, а жили хорошо. Да, он хорошо относился, помогал тут. С мукой мы возились, мышей пугать, пугалку поставил какую-то. Говорит, ставил на ледо. Андрей помогал. Ну, желанный такой. А потом, прям сразу раз. Батюшка приехал, но тебя жаловался. А я говорю, да он же старался, чтобы он в общей любовь. Ну, его там как. Зачем тебе это нужно? Крестить во всем мире, ими занимаешься. Это брак стопроцентный. Да, это стопроцентный. Ни одного не было, который ушел бы, крестился бы, одно том остался, ни одного нету. А у нас опыт, а опыт десятки лет. Если он крестился здесь, все по-хорошему. А потом раз, куда-то ушел, он сразу как свинцовый начинает вниз погружаться. Куда-то мещется, что-то ищет. Или к Синкан, там, к старообрядцам идет. Где общения вообще нет. Позда игористов. Главное, чтобы покреститься. Милославская была тоже кошмар. Да, Иннокене. Игнатик наш помогал и целый суд сделал. Там ход-то только один идет. Ольга, да? Там даже если ход сюда сейчас выпадешь, куда-то, это православие, ты у него уйдешь, просто там все молчат. Куда-то там... И дошла до свидетелей в голову. Сейчас свидетель в их голову. Помешиваем. Интересно, у меня какие ответы, придут или не придут? Придут, конечно. В четыре инстанции поставят. Обязательно. Эти инстанции, они... Если тут письма, конечно, не задержат. А, ну это может быть. Все равно ответят. Это же не московская патриархия. Оттуда ничего не отвечают, да? Оттуда нет, нет. Оттуда как будто в черную дыру. Вот черная дыра, это о них. Если она есть. Утверждает Хокинс. Такой есть безбожник. А электронной почтой не отправляли? А? Электронной почтой дубликат отправьте еще? Нет. Неплохо придумано. Да и электронной даже я не очень не надеюсь. Почему? Это очень важно. Наоборот, они электронные. Они обязательно ответят на электронную почту. Ну сейчас подождать, да можно послать. Да, вполне. А я тебе там пошлешь? Да, конечно пошлют. А чего не послать? Ну, лень, дайте, она больше. Да, я тоже. А, ты же в этом деле как раз, ну... Обязательно вам ответить. Скажите. Лене поручили, но я где. Более того, у Медведева, у Путина свои есть вот эти странички. Мне даже отвечают на инстаграм. В речку, в речку. И они отвечают. Они мне даже перезванивали, я когда писал. А, ну надо не... На 100 тысяч одного дня. У них прям специальные команды. Просто если там что попало, конечно, они ответят. А если серьезное, обязательно ответят. А у вас серьезное. Конечно. Религиозное касается. Вот то, что вы сейчас задали вопрос. Вот там он 4 часа отвечал, Путин. И вот этот самый серьезный вопрос, который задали бы. Вот сейчас я услышал. Если бы ему задали. Там такие вопросы. Ну, прям от Орвида выброс. Ну, че попало, лезете. Да. Кому заняться. Ни с чем не говори. Такие надо глобальные вопросы, которые действительно повлияют на душу человека. Ну, он видно, что он пытается отвечать. И он о Боге даже там сказал. Как говорят, вот я же уверовал. Вот так он сказал. Ну, там, что-то в процессе он. Ну, я же уверовал. Вот так вот. Я думаю, ого, ничего себе. Ну, обыденно так. Видно, что он об этом беседует. Я думаю, ты бы тебя сейчас поймать-то и вопрос тебе. А как ты каноны знаешь? Че он не исполняет? Патриархта. Цветы ему подарил. И заодно. Давайте исполним канон. Ну, выкиньте вы всю эту торговлю из ваших храмов. Ну, и вам что, денег мало даем, что ли? Постройте там где-то рядом. Мы там огромный магазин. Универмаг. Церковный универмаг. Не продавайте, ну. Дайте бы. Я в аркирию. Попов поставьте за прилавками даже специальных. Поп, продавец. И все. Ну, не грешите вы такая. Они где-то так поставили. На первом этаже написана икона. А на втором этаже перезервативы продают. А кто продает? Это какая-то организация. Так это везде. Ну, они еще скажут. Ну, это до чистоты сохранения русского народа. Тоже придумают. А что, они недолго будут в карман лезть? У них в торговых центрах стоят эти точки. И там прям бумажки. Понимаешь, дело все в том, что он скажет. Давайте, построят этот универмаг. Будут строить три года. Построят огромный. А эти киоски из церквей забудут выкинуть. И все. Сейчас, главное, я не знаю. Вчера или позавчера выступал Алфеев Гларион. По внешним сношениям заместитель патриарха. Их показан храм Христа Спасителя. Вот молодежь приходите. Это место очень удобное для знакомства. Будущая муж и жена. А где же они там площадки знакомятся? Помоглились. Вышли, поговорили. Правильное рассуждение. Да на него сразу, да какой он. Ну, не надо. Это настоящее-то знакомство. Это именно здесь и должно быть. Нигде-то. Вот у меня брат был Андрей. Где познакомился? А я из армии вернулся. А гляжу, пришел в храм, молюсь. На клиросе стоят девушки. А я сразу обратил на нее внимание. Обратил внимание на нее. Познакомились. А потом и женился. А работает на авиационном заводе. А там ему подошел какой-то Юра и говорил. Ох, Андрей Педотович. Моя Лариска. Ты опять сейчас были. А там танцплощадка большая. Парк. Солдатский-то. Опять видели с солдатами. Я убью все-таки ее. Ты сейчас дурел, что ли? Невозможно, говорю. Только ухожу она с солдатами. Он говорит, а где ты познакомился? На танцплощадке она там и есть. А сегодня какой день преображения? А ты знаешь, где моя жена? Нет. А там, где я ее нашел? Где? В храме она поет. В храме она. Я там познакомился. Там она и есть. Так что Алфеева не надо ругать. Он правильно сказал. Правильно. Настоящее доброе знакомство. После богослужения. Встретиться, поговорить. У нас общее. Мы молимся одному Богу. Ты помнишь, у нас принимал крещение Борис? Да, конечно. Не помнишь? Да, конечно. Да, помню. Он к нему на Рождество или на Пасху тебе? Мы были в гостях у него с Виктором Андреевичем. Какой умный парень. Он был, как сказать, знакомствующий из Виктора Андреевича. А жена у него свихнула? Ни одного замечания не было. Ходил, бац, нету. Что жена сказала? Что мы сектантами? Под каблучник у нас не задержится. А жена сказала. Где-то она просчитала. Это не церковь, это секта. И он сразу, а я не хочу душу погубить. А потом он видит, что к нам едет архиерея и служит. Ну с кем он? С сектантами служит? Да его забрать не. Тут уже дальше не появляется. Ну ты же видишь, что ты ошибся на 100%. А уже все. Уже захлопнуло. Выхода нету. И даже ни разу не позвонил, как будто никогда не знал. Сергей Павловичу звонил на Пасху, на эту, по-моему, да? На эту не звонил. А раньше он не звонил, помогал по работе. Ничего не знаю. Время прошло, года три, наверное. Вот меня Господь нашел из сектантов. В Венсполсе, 50-ники. Я туда через 52 года приехал. Видел он тебя? Да, да, да. Когда я плащу там, меня все время туда гнала и гнала. Это моя родина. А это нужды никакой нет. Они у меня перед глазами. Они умерли. Я за них молюсь и молюсь и молюсь. Потому что вы там родились духовно, а они нет. Поэтому тяги нет. Я не знаю, как объяснить это. Я знаю только одно, что в человеке должно быть чувство благодарности. Вот она была здесь. Две Галины, Кувайкина, Сивина. Еще была здесь. Вообще. Еще была здесь. Это Тарасова, Лидия Павловна. Померла какая-то. Они трое сразу отошли. Одна умерла. А эта двое крутилась, крутилась. Нет, почему? Она не умерла, она ушла. А? Она ушла вместе с ними. Это она сейчас только умерла. Ее года три уж нету. Но она же Кувайкина звонила, вас благодарила, живота она. Благодарила. И меня Киняйкина звонила, благодарила на Рождество, что я ее в храм повел. Не как жена, как невеста. Затеяли причащаться каждую неделю. Это из-за причащения. Батюшка, если никогда этого не было, еще каждую неделю буду приезжать. Зачем? То есть, какой-то ущербный такой коготь попадает в души человека. И нигде этого нету. Россия, когда приняла христианство, всегда была четыре раза в эту посты. Во время поста более усиленно называется Гаветь. Ну, всегда, да. Да как, почитай вот этого Шмелева. Серж, заканчивай, давай, пошли. Пошли. Дева днесь присущественно горождает, И земля умир тех неприступному приносит. Ангелы с пасторами слава словят, Вас выше со звездой путешествуют. Нас, городи, родися, Отрочи благо, ты вечный Бог. Ленина Степановна, помолись. Господи, благодарим Тебя за этот день, за мирное время это, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты нам позволил собраться, помолиться, провести занятия, Господи. Не оставь милости нас на следующие дни, на следующей неделе, Господи, чтобы мы так же собирались, нам так хорошо вместе, братья. Помоги нам, Господи, сохрани нас, чтобы мы не получили какой-то соблазн, который бы нас мог отсюда увезти, Господи. Сохрани нас, так как здесь есть, если возможно, то чтобы мы привели еще и души, которые бы хотели Тебя слушать, хотели о Тебе узнать подробно, так как мы, Господи. И так хочется, чтобы приходили люди и слушали такое богатство. Помоги, Господи, расположи сердца людей, к принятию Слова Твоего. Тебе слава веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Божию. Спасибо, Христос. Аминь. Закрывай. Закрывай. Так, вот эту пряпочку. 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 Продолжение следует...